МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы как бы выявляем, приходим с результатами и уже объясняем, куда им лучше пойти учиться, либо на творческие какие-то профессии, либо на рабочие специальности. На сегодня в список самых востребованных входят программисты, менеджеры по продажам, инженеры и врачи. Особое место в нем занимают рабочие профессии. В Кемеровском центре занятости таких вакансий 80%. Из них почти половина заработной платы выше 15 тысяч рублей. Наиболее востребованные профессии на рынке труда на сегодня и по прошедшему году это электромонтеры, столеры, плотники, каменщики, штукатуры, маляры, инженеры из женских профессий, медицинские сестры, швеи, врачи, учителя. Выпускники училищ и техникумов даже не задумываются о том, чтобы встать на биржи труда, поскольку на рабочие места они устраиваются уже во время учебы. Бывшим студентам в этом плане сложнее. Анна Лутошкина после университета сразу стала искать работу. Здравствуйте, у вас есть работа в Кузбассе? Да. Можно? Вскоре Анна поняла, что довольно сложно устроиться на хорошее место, когда у тебя в кармане нет ничего, кроме диплома о высшем образовании. В нашей области можно устроиться только учителем физики, как физик реализацию найти невозможно. На бирже труда Анна стояла больше полугода. Теперь выпускница университета работает в аэропорту. Она агент по организации обслуживания пассажирских и авиаперевозок. Но прежде чем устроиться на это место, вчерашняя студентка получила не один отказ от работодателей. Девушке еще сложнее устроиться на работу. Факторы, их много просто. Не замужем, сразу нет, без детей сразу нет. Соответственно, уже очень мало шансов остается на то, что тебя возьмут именно. Большой, конечно, фактор играет именно опыт работы. Кажется, отсутствие стажа – главная причина неудач. Но, как показывает практика, проблему с трудоустройством ничуть не реже возникает у тех, кто когда-то сделал неправильный выбор. Типичными ошибками при выборе профессии молодежи является отсутствие собственного решения. То есть молодой человек принимает решение, как говорится, за компанию, исходя, может быть, подавлением родственников, либо близких друзей, то есть без учета индивидуальных особенностей. Вторая типичная ошибка – это ориентация на престижные профессии. До недавнего времени наиболее престижными считались у нас юристы, бухгалтеры, экономисты. По словам психологов, человек, у которого есть любимая работа, менее подвержен стрессам. Ведь то, что он делает, не просто приносит деньги, но и доставляет удовольствие. А значит, шансов достичь успеха у таких счастливчиков гораздо больше. Первая ступень карьерной лестницы – это только начало долгого пути к успеху. Злеты и падения будут потом. А сейчас главное сделать первый шаг. Оксана Захаренко, Алексей Зайцев. Утро в твоем городе.